МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как все дела? Амаль. Начнем немножко издалека. Как началась твоя история с Team Empire? Как тебя позвали? Кто тебя пригласил? Расскажи немножко про это. Ну, позвали меня еще в сентябре примерно. Сентябрь, октябрь. Ну, меня даже не звали. Я сам написал Диме, сказал, могу ли я потеститься. Он сказал, да, без проблем. И вот я потестился, я подошел. Ну, как-то так. У вас сразу было два состава. То есть Empire Hope и Fire Face. Расскажи немножко про вот этот этап в твоей жизни, когда, грубо говоря, два состава, ну, было понятно, что два состава конкурируют друг с другом, и один из них вот останется в организации. То есть, какие у тебя были ощущения в этот момент, мотивация, и у команды вообще как складывалось? Ну, вообще, ну, вообще я не думал. Старался вообще не думать об этом, ну, что есть два состава. Я просто играл на максимум. Ну, ХЗ, я не чувствовал никакого давления, то, что вот мы второй состав и так далее, и то, что мы конкурируем с первым. Ничего такого не чувствовал. Просто старался играть и показывать максимум. Ну, максимально хорошую игру. Все. Хорошо. Вот Парижский мажор, Парижский мажор, это первый крупный турнир. Второй. Ну, помимо Веска. Ну, да, тогда первый. Когда, как команда, вы вот поехали на турнир, это именно турнир такого крупного масштаба, где все международные команды, да, тиро-одни на уровне. Да. Расскажи впечатления твои от организации, от вообще атмосферы такого турнира. Как тебе? Вообще, ну, тут вообще шикарно. Ну, город еще, страна Париж, Франция. Мне тут очень все понравилось. Еда, отель, все круто. Еще больше всего, я думаю, хотел вообще, ну, побыть, как бы, на одном уровне. Ну, как на одном уровне? Просто побыть на мажоре, потому что здесь реально очень много тиро-один игроков. И когда ты рядом находишься, ты начинаешь чувствовать, что это не так уж и сложно, быть на таком уровне, на каком они. Поэтому я чувствую себя вообще шикарно. Ну, мне нравится. Здесь все круто, кроме поражения, конечно. А так, насчет команды. Ну, мы сейчас уже, ну, погуляли по Диснею, погуляли по Париже. Сейчас уже нормально себя чувствуем, готовимся к Валангу, к Эпицентру. Ну, раз затронул эту тему про то, что ты находишься вместе с игроками, да, тир одного уровня, можно так сказать, расскажи, за кем ты сейчас в данный момент больше всего наблюдаешь, и кто для тебя является таким вот вдохновением, да, или чем-то вроде путеводной звездой, вот на кого ты равняешься из известных игроков? Может быть, неизвестных. Ну, вообще, ну, нет таких прям, на которых я хотел бы, типа, ну, от которого я боготворил, типа, о, я хочу быть таким, как он. Я скорее просто беру от, ну, от каждых игроков, тир одного уровня. Ну, у них есть своя фишечка. И я от каждого игрока стараюсь брать то, что у них лучше всего получается. Ну, например, мне нравятся некоторые билды у игрока Ами. Ну, и, например, я просто беру его билд, тысячу, если нравится, собираюсь так же. Мне нравится, ну, и если я хочу научиться на каком-то герое, например, там, к примеру, Террор Блейд, я просто смотрю лучших Террор Блейдов, ну, Рамзэс, Ами, Папарацци, и так и учусь. Просто стараюсь наблюдать, ну, стараюсь... Я просто наблюдаю тем, на чем хочу. То есть, если я хочу увидеть, как играть на Наги, я просто включаю лучших игроков на Наги, я стираю одного уровня, и всё. Нет такого определенного одного игрока, на которого я равняюсь, или над которым просто 24 на 7 слежу. Может, есть на турнире какой-то игрок, с которым бы ты хотел познакомиться, поздороваться, и получилось ли у тебя это? Как сказать, таких два игрока. Это Миракова и Артур Артизи. Я хотел с ними познакомиться, но что-то, так сказать, на очке. Не подошел, не познакомился. Ну, а так вот, вот эти два игрока, я с ними хотел бы познакомиться, пообщаться. Ну, ничего, мы тебя познакомим с ними. Давай вернемся. Квалификация на Epicenter, ну, и, наверное, немножко это перетекает к квалификации на Int. Я думаю, что вся команда из игры здесь сделала для себя определенные выводы, и у вас впереди, сразу, как вы вернетесь к квалификации на Epicenter, и дальше предстоит квалификация на Int. Естественно, что команда ставит для себя цель отобраться и на тот, и на тот турнир, но как бы ты прокомментировал вашу подготовку, которая сейчас происходит к этим квалификациям? Ну, вообще, готовимся мы нормально. То есть у нас были ошибки, мы их поняли, и вроде бы поняли почти все. Стараемся улучшить нашу игру и не совершать те ошибки, которые мы совершали. И думаю, что... Ну, ладно, не буду еще говорить, но просто покажем очень хорошую игру на квалификациях. Готовимся мы очень даже нормально. Ну, получше, мне кажется. Хорошо, тогда ответят на какой вопрос. Прошло уже почти все, кроме одного мейджора. На всех были представители СНГ и ВП. Соответственно, ВП показывали хороший уровень, только вот на этом турнире они не вошли в топ-6. А все остальные, вторые команды, которые из СНГ отбирались, они закончили на топ-16. Вот можешь ли ты объяснить, почему существует такая пропасть между ВП и всеми остальными командами из СНГ? В чем причина? И как ты думаешь, что должно произойти, чтобы это исправилось ситуацию? Ну, вообще, на самом деле я не знаю. Ну, я не сильно понимаю, почему прям все команды занимают топ-16. Не знаю, может, они волнуются, может, я сам толком не понимаю, почему все команды, ну, вторая СНГ команда занимает топ-16. Я думаю, может, это из-за того, что, ну, все они готовятся именно к квалам, потому что там же, ну, у нас же месиво, никто не знает, кто займет второй слот, получит. И поэтому все готовятся друг к другу, а потом ближе к мажору. Ну, мы все такие, типа, во, мы прошли, мы там, главное не занять топ-16, и не сильно может готовиться, может, поэтому хз. Я реально сам не сильно понимаю, почему. Мне казалось, вот, гамбиты на первом мажоре, если я не ошибаюсь, в Куал-Лумпур, я думал, что они точно войдут даже в топ-8, топ-6. Вот, как казалось, нет. Может ли быть причина в том, что каждый раз на эти мейджоры отбираются разные команды? То есть, по сути, СНГ-сцена настолько равна, вот, после ВП, что любая команда может выиграть другую в любой день. И нету команды, которая бы выделялась наравне с ВП, вот, над другими. Ну, вообще, да. Ну, как всем известно, на самом деле в СНГ только вот ВП, ну, тиранного уровня и все остальные. То есть, Мэй, Гамбит, Отбот колд, Финдстрайк, ну, Финави и все остальные. И, ну, мне кажется, вот именно ко дню квалификации какая-то команда может просто чувствовать, там, ну, встать, там, с той ноги и просто чувствовать себя более увереннее. И благодаря этому не могут выиграть квалы. А в другой день просто проиграть каким-то ноунеймом с открытой квалификации. То есть, не знаю, мне кажется, это или какой-то слегка рандом чувствуется такой. Хорошо, скажи еще последний вопрос по поводу СНГ команд ну и вашей команды здесь. То есть, выступление на мейджоре, да, даже несмотря на то, что вы не играли на сцене, как сильно ты оцениваешь ее для практики вашей команды? То есть, как сильно вот такое вот выступление на мейджор турнире дает в плане опыта? Вообще это дает реально, ну вот именно для таких, как мы игроков, то есть, которые вот я и Кода с Костяном и только-только это наш первый мейджор, первый, можно сказать, крупный турнир. Для нас, мне кажется, с ним это реально очень-очень много дает опыта. Мы много чего поняли, много чего улучшили в своих личных играх, в своих макроиграх. Ну и командам мы тоже намного стали лучше. Мы, ну, непривычно было играть против тир-один игроков, тир-один команд, то есть, те ошибки, которые мы совершали против тир-два, тир-три уровня команд, бывало так, что вот те ошибки, которые мы совершали, нас за это не наказывали, а тир-один они не то, что не наказывают, они тебя просто, они тебя накажут и не выпускают вот с этой давки, они просто начинают тебя давить, давить, и ты уже проиграл, хотя ты выигрывал. Ну, просто к примеру сказал. То есть, здесь нет права на ошибку с ними? Ну, я так думаю, да, против тир-одного уровня. Ну, против них реально очень сложно. Надо как-то стараться максимально хорошо что-ли играть. Хорошо. Такой вот вопрос. Сейчас последние, наверное, пару лет очень много в СНГ-командах появилось новых игроков, и в том числе география этих игроков, она вот расширяется. То есть, если раньше мы брали СНГ-составы, там были в основном русские и украинские игроки, то сейчас появляются из более обширных регионов СНГ, да, игроки, то есть, это и Кыргызстан, и Казахстан. Почему, на твое мнение, раньше их не было и с чем связано их сейчас появление и то, что они выступают и за НАВИ, и за Эмпайр, и за другие коллективы, игроки из этих регионов? Ну, мне кажется, что много хороших игроков было в Кыргызстане, и Казахстане, просто они, не знаю, то ли не хотели, или то ли просто не могли как-то дотянуться до таких организаций, как НАВИ, Эмпайр, ну, чтобы просто играть с ними. А сейчас, ну, сейчас любая организация, если, ну, как я вот думаю, любая организация может просто взять любого игрока с любой страны, если он играет хорошо и имеет хороший ранг, и, а раньше, ну, я, на самом деле, я не знаю, как было раньше, потому что я сам играю в доту не прям так уж и давно, и поэтому, я не знаю, как было раньше, но мне кажется, это из-за того, что, ну, раньше было тяжело, мне кажется, взять игрока, хайранку, которого там, ну, просто не то, чтобы тяжело, их просто очень мало было, хайранк игроков, и, именно вот, и большинство хайранк игроков, это были не кыргызы казахи, а вот русские, ну, русские, украинцы, ну, да, русские, украинцы, белорусы, и так далее, и, а кыргызов казахов с хайранком, ну, с ММРом их вообще не было, практически, я помню только одних-двух, и то они не показывали хорошую игру в ЦМе, то есть, может, я не знаю, может, их тестили, и они, ну, они просто не могли показать свою хорошую игру, я не знаю, с чем, не знаю сильно, с чем это связано, и, вот, я бы не сказал, сейчас прям много игроков с Кыргызстана, с Казахстана, всего, как я знаю, всего 4 игрока, которые выступают, вот, на таком хорошем уровне в СНГ, то есть, это просто так произошло, с течением обстоятельств, ну, нет, это просто, мне кажется, прошло время, и даже, ну, как бы, даже Кыргызцы и Казахи апнули ММР, то есть, мы и Казахи апнули ММР, и благодаря, я думаю, большую часть влияния имеет ММР, и благодаря тому, что они апнули, и начали российские организации тестить всех игроков, еще я бы сказал, что это, одна из причин, это еще ВЭСК, то есть, на ВЭСКе, ты отбираешься к каким-то составам, там, ВЭСК в Центральной Азии, то есть, чтобы попасть на ВЭСК, в Мейн-Ивент, там делятся на регионы, и вот Центральную Азию, и, помню, в 2017 году, что ли, или в 2016, ну, No Life R5 прошла, и там заняла, не помню, второе, что ли, место, и, ну, после этого все начали узнавать этих Кыргыз, ну, вот Кыргызы, No Life R5, и их подписала организация, мне кажется, ВЭСК тоже является одним из этих причин, почему кыргызские, казахские игроки стали более известны. То есть, появилась такая площадка, где они просто проявили себя, и люди их заметили. Да, да, вот, я так думаю. Хорошо, ну, давай, немножко, перейдем уже к заключительному этапу. Расскажи, вот, ты сказал, что играешь не так давно в Доту, да, почему ты вообще начал в нее играть, когда, и какая вот твоя цель? В Доте второй, вот, почему ты играешь, для чего все это? Вообще, играть я начал в 2014 году, я помню, я еще тогда в Доту первый играл, но, друзья сказали, вот, вышла вторая, мне она поначалу не понравилась, это было под конец 2014 года, мне она вообще не понравилась, я все равно играл еще где-то месяц в первую Доту, а потом, ну, было скучно играть одному в первую Доту, потом я перешел все-таки во вторую, потому что все мои друзья начали играть в вторую. Играл я так просто, ради забавы, чтобы друзьями убить время после уроков в компьютерный клуб, и так далее. Потом, в 2015 году, летом, я увидел, тогда вроде пришел Сумаил, ну, в миру Доту, да, киберспортию, и он выиграл Инд, он сперва выиграл Даг, потом выиграл Инд, и я благодаря ему вообще очень сильно замотивировался, то есть я понял то, что, мне тогда вроде тоже было где-то лет 14-15, и я понял то, что игроки моего возраста могут достичь чего-то в этой игре, ну, и быть вообще высококлассными игроками, тиро одного уровня. И с тех пор я начал, ну, не с 2015, я где-то вот примерно с 2016 старался играть вот максимально сконцентрированно, чтобы апнуть ММР. То есть я даже не играл профессионально, я просто старался апнуть ММР, потому что в то время, когда я вот увидел Сумаил, у меня было где-то 4400, я сам откалибровался на где-то, 3 900 откалибровался, а потом я увидел Сумаил, 4400, ну, короче, вот так я апнул ММР, и вот так. Чего, ну, играю я, конечно, чтобы попасть на Инт, это во-первых, во-вторых, это выиграть Инт, но думаю, это все, это вот большая часть всего, чего я хочу, это попасть, ну, пока я хочу попасть на Инт, а потом уже хотелось бы выиграть, вот так посмотрим, не буду гадать, не буду говорить, что вот я выиграл. Можно ли сказать, что Дота 2 сейчас это твое самое главное увлечение, и оно перекрывает вот все, чтобы это не было, другое. Вообще, да, это Дота 2 это самое главное увлечение. Я ничем, ничем другим не могу заниматься, кроме Дота 2, на самом деле. Не мешает это, с друзьями общаться, с семьей? Ну, вообще, если ты правильно, ну, делишь время, соблюдаешь, ну, как соблюдаешь график, если ты правильно, ну, например, если у тебя вечером игры, ты просто в один раз встанешь рано утром, или там в обед, ты попросишь друзей так встать, то не думаешь, что это прям сильно мешает. Но так иногда, иногда это, это мешает. Вот. Все. Все. Спасибо тебе за интервью. Спасибо. Удачи на квалах. Спасибо. Капец интервью. Страхово давать. Я уже вспотел.